Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Еще раз повторяю вам, что мой канал для серьезных людей, которые действительно хотят разобраться со своим собственным здоровьем, укрепить и понимают важность всего этого. Они просто там забежали за рецептом и, грубо говоря, не здравствуйте, не до свидания. Что бы я хотел вам сказать? Вот вы видите собранную мной тут библиотеку под себя, я собрал тут и оздоровительную литературу и прочее, прочее. Я хочу провести аналогию, работу, вот сейчас я делаю, созрел в конце концов, появились силы, желания сделать большой труд. Естественно, я бы не сказал, что это требует какой-то спонсорской помощи, но тем не менее, ваша помощь будет очень и очень кстати. Смотрите, что я хочу вам показать. Вот вы видите. Житие святых. В различных книгах составили, как-то там изложили и оставили. И с течением времени, это сколько уже веков длится у нас христианство, пошло третье тысячелетие, возникла потребность к тому, чтобы как-то все это составить в единый какой-то список, разбить это все по месяцам, как-то, знаете, это обработать. То есть, это большой труд. Давным-давно сделать все это на русском языке. Из множества источников составить вот эти 12 томов жития святых и разбить их по месяцам. Даже не просто по месяцам, а по датам и месяцам. И вот этот огромный труд сделал Дмитрий Ростовский. Я провожу аналогию. Ни в коем случае просто не надо судить, что я там. Я провожу аналогию по, как бы сказать, по взятию труда на себя. А именно, я хочу сделать такую довольно-таки полную энциклопедию, лучше так сказать, вот этот травник, в котором бы на основании многих источников самых разнообразных были составлены наиболее полное руководство по травоведению. Допустим, чтобы здесь были и древние какие-то источники, которые говорили о том, что там было и как использовали. Современные, в частности, вот я там столкнулся, но настолько они разбили это все на вещества, и каждое вещество там чем-то таким обладает, что тут ногу можно сломать. Но, тем не менее, тем не менее, и эту область надо для себя осветить. И вот я взял на плечи вот этот вот огромный труд и потихонечку начинаю его делать. И выставляю вам вкратце, это еще не чистовой вариант, это так, черновые варианты, краткие варианты, о том, что я делаю, как бы сказать, идет отчет. А то ты что-то просишь, а чем ты там занимаешься, может ты там сейчас на рыбалку пойдешь там, куда-либо. И вот я кратенько выставляю вот эти вот вещи. То есть, любой труд по обобщению разного рода литературных источников, вникание в, допустим, в древнее понимание работы травы, в современное понимание работы травы, это требует светлой головы-то вообще и большой усидчивости. Поэтому, вот как-то я на себя это вот взвалил, мне вот хочется сделать такой капитальный труд. Поэтому, если у вас появится желание, пожалуйста, вышла травка, вы видите, что светоч не лялякает, а работает, что с этой информацией что-то можно взять для себя полезное. Пожалуйста, по мере своих сил окажите благотворительность. Ну, немножечко, пускай это будет хвостовством выглядеть в виде хвостовства, но для обычных людей, вот что касается официальной медицины, она так и не удосужилась сделать пособие по здоровому образу жизни. Да, есть различные книги, различных авторов, а вот чтобы в целом это было, как, что и почему, а вот этого нет. И я один на основании, опять-таки, трудов, не то, что я сам придумал, на основании трудов вот этих вот людей, вот этих вот врачей, которые хотели помочь просто людям вести здоровый образ жизни, я больше о больных не говорю, написали различные руководства, различные лечебники, там, Куринова, допустим, Гербер Шелтон свою, Поль Брехт там свои там книги. Вот эти все, все работы, которые мне попали, мне предстояло также обработать и выдать вот такой законченный труд, который я и сделал, и чем я горжусь. То есть я считаю учебником поведению здорового образа жизни для обычного человека, чтобы ему было понятно, что систему, которую он создает для себя, оздоровительную, она должна быть индивидуальной. На чем эта индивидуальность основывается? Что такое беретмология? Зачем ее соблюдать? И много-много различных вещей. То есть я это уже сделал. И вот теперь, вот теперь я тружусь над вот этим вот травником своим. Если вам какие-то там у вас книги там будут по травам или там какие-то ссылочки. Вот он мой, компьютеры. Сейчас экраны загашены. Я здесь сижу, а как Высоцкий говорит, а мог бы я в это время у Горьева Тимошки быть там на свадьбе, играть на гармошке. А я сижу, вот делаю, вот что-то делаю, и для себя полезно, и для вас. Потому что все это останется в конце концов Вам. Это богатство. Можно все это дело разбазарить легко и просто. И вот, вот оно. Основы здоровья. Основной труд, которым, ну которым я пусть будет так, горжусь, что я сделал эту книгу. Были переработаны, а до этого, естественно, наработаны целительные силы. Что, что, как. И на канале я же Вам не просто там рассказываю о какой-то там теории. Ну и сколько раз я уже брался за людей, показываем, где у них ошибки. Проводя их через голодание и прочие там вещи, через эти чистки, через этих паразитов. Поэтому, люди, если Вы взрослые, с какими-то понятиями, по мере возможности поддержите вот эти мои труды здесь. Я сейчас на пенсии не работаю, вот этим вот занимаюсь. Ну, как говорится, доброго Вам здоровьица. И до новых встреч. А я буду регулярно, там раз в недельку, может быть раньше, может быть чуть позже. Но в любом случае, в любом деле должен быть такой своеобразный график и должно быть своеобразная дисциплина. Что, ты взялся за какой-то труд? Ага, ты его делаешь. Большие пропуски, они уже расхолаживают тебя. Слишком много за один раз. Тяжело собраться на следующий там день. Вот тут такая интересная мера должна быть для того, чтобы вот как жития святых. И в конце концов только опа, и 12 тому появилось. Естественно, сколько там мне травм предстоит, которые наиболее широко распространены. Описать так капитально для себя, с тем, чтобы это было не просто интересно, а это было полезно.